Всем привет дорогие друзья! В этом видео рассмотрим 30 интересных измерительных инструментов с Алиэкспресс которые вам точно понравятся. Поддержите меня и поставьте лайк ведь я стараюсь для вас, делая новые подборки каждый день. И по традиции для тех кто досмотрит видео до конца, будет конкурс. Итак, поехали! Если вы что-то покупаете в интернете и думаете как сэкономить, начните возвращать часть денег с покупок в онлайн. Зарегистрируйтесь в кешбэк сервисе EPN. Пользоваться сервисом очень просто. Достаточно выбрать нужный магазин на сайте EPN и совершать покупки как обычно. Кешбэк будет начисляться автоматически. Вывести кешбэк можно сразу после получения товара. Выплаты доступны на электронные кошельки и банковские карты, без комиссии, в рублях и долларах. А также вы можете получать пассивный доход с чужих покупок. Регистрируйтесь в кешбэк сервисе EPN. Ссылка в описании. Стрелочный штангер циркуль. Отличие этой модели от других в том, что у этой есть точный механизм. Измерения производят с помощью цифрового стрелочного циферблата. Максимальная длина измерения до 150 мм. Линейка шаблон. Этот инструмент будет полезен плиточникам в сложных условиях вкладки кафеля. При помощи ее можно с легкостью и высокой точностью сделать шаблон последней плитки и перенести его на плитку перед резкой. Материал изготовления шаблона из пластика ABS с метрическими и дюймовыми насечками. Индикатор микрометр. Диапазон его измерения всего до 10 мм. Это точный прибор для контроля мельчащих отклонений, незаметных глазу. Индикатор используется для проверки износа деталей, биения, люфта и деформации, а также для центровки валов. Патметр. Это бытовой электросчетчик, он умеет показывать нагрузку до 16 ампер. А если вбить в него стоимость киловатта, то будет считать стоимость потраченного электричества. Например, чтобы зарядить телефон, я трачу 16 копеек. Токовые клещи. Почти то же самое, что и мультиметр, но только позволяет измерять ток без разрыва проводов до 600 ампер. Самовыравнивающийся уровень. Этот уровень имеет два луча. Это вполне достаточно для бытового ремонта. Регулируемое основание, крепление на стену, а также крепление для штатива. Вот такой маленький приборчик поможет при выборе автомобиля. Он позволяет измерить толщину краски и определить в каких местах автомобиль перекрашивался. Мультиметр. Тем, кто постоянно имеет дело с электрикой, то вам не обойтись без этой техники. Имеет очень много функций и стоит совсем недорого. Отлично подойдет для домашнего использования. Цифровой уровень. Это высокоточный профессиональный инструмент. Реформация об угле наклона отображается на ЖК-дисплее. Длина уровня составляет 40 см. Также имеются встроенные магниты, с помощью которых можно крепить уровень на металлические конструкции. Питается уровень от двух батареек типа 3А, которые идут в комплекте. Лазерный тахометр. Отличный прибор для измерения вращения. Нужно всего лишь наклеить лазерный отражатель на вращающийся предмет и направить туда лазер. Жележный штангер-церкуль с довольно точным измерением. Спереди расположен экран с показателями измерения. Максимальное измерение до 150 мм. У продавца более 6000 заказов. Лазерный дальномер. Необходимая вещь в ремонте. Пора уже забыть обычные рулетки и их неудобства в использовании. Особенно с большими расстояниями и в ремонте одним человеком. Данный дальномер предназначен для измерения расстояния до 40 метров. Можно также легко и быстро померить площадь помещения, объем, диагональ, вычислить высоту стены. Электронный толщиномер или микрометр с диапазоном измерения до 12,7 мм. Шкала измерения от 0,01 мм. Инфракрасный термометр. Очень полезный девайс. Пригодится, когда нужно измерить температуру. А прикасаться страшно. Вдруг там горячо. Тестер транзисторов. Этот тестер позволяет автоматически определять тип электронного компонента. Распознает тип транзисторов и его характеристики. Определяет номинал транзисторов, диодов, конденсаторов. Метрический инструмент. Предназначен для измерения наружного резьбового шага зубья. Сделан из высококачественной стали. Необходимый инструмент при поиске нужного болта с определенным шагом, без которого ваша ласточка не тронется с места. Вольтметры. Они стоят меньше доллара. Их удобно подсоединять куда угодно. Они мелкие, но измеряют диапазон до 200 вольт. Есть двухпроводные. Они питаются от измеряемого напряжения. И трехпроводные с отдельным питанием. Еще есть модели с калибровкой. Измеритель уровня шума и звука. Его можно применять при выборе электротовара. Сравнивать уровни шума разных приборов. Холодильников, стиральных машин, микроволновок, пылесосов. Для того, чтобы выбрать самый тихий. Или измерить уровень шума в квартире. И при необходимости определить источник повышенного шума. А затем избавиться от них. Игольчатый шаблон. Такая вещь будет очень полезна при укладке кафеля и ламината. При помощи него можно точно повторить контур и с легкостью перенести его на заготовку. Шаблон имеет длину 150 мм. И состоит из 150 иголок. Цифровой динамометрический ключ. Это инструмент для затяжки резьбовых соединений. С точно заданным моментом. Именно этот ключ покажет в каком месте вы перетянули или не дотянули. Ключ имеет дисплей, цифровую индикацию и несколько режимов работы. Универсальный автомобильный мультиметр. Электрической цепи с ЖК-экраном до 380 Вольт. Меряя достаточно точно. Корпус очень крепкий. Щупы в комплекте вполне приличного качества. И длина где-то полтора метра. Для работы в автомобиле это бывает весьма большой плюс. Цифровой уровень. Он работает под батареек. Имеет цифровой дисплей с подсветкой. Удивляет то, что когда его переворачиваешь, показатели на дисплее тоже переворачиваются. Также есть магниты, которые позволяют закрепить на металлических предметах. Тесла напряжения, который изготовлен из хорошего пластика. Работает от батареек. С помощью него вы можете проверять присутствие или отсутствие контакта в сети напряжения в радиусе полутора сантиметра. Как в заштукатуренной стене, так и в оголенном состоянии. Имеется звуковая и световая сигнализация. Электронные карманные весы. Они измеряют от десятков граммов до сорка килограмм. Удобно использовать на рынке при затаривании фруктами и овощами для контроля продавцов. Можно взвесить багаж, а также пригодится на рыбалке. Еще можно задать вес тары. Есть экран с подсветкой. Работает от двух мизинчиков батареек. Тестер компьютерных сетей с кабельным трекером. Этим инструментом можно найти не только обрыв литой пары в проводе, но и любые слаботочные провода. Шаблон для сверления. Представляет собой направляющие приспособления для быстрого и удобного сверления отверстий. Использование кондуктуров позволяет избежать основной проблемы возникающей при сверлении отверстий. Сверление отверстий можно выполнить на любом удалении от края детали, вне зависимости от ее ширины. Магнитные уголки. Это фиксирующие устройства, которые применяются в сварочных и специальных работах. Данные магниты используются для точного установления заданных углов. Приобретя их, вы навсегда забудете, что железную конструкцию нужно придерживать. Все что вам нужно, так это выставить нужный угол и закрепить магнитом, и можно варить. Магниты очень мощные и вам не нужно думать о том, что ваша конструкция сместится. Существует также устройство с отключающимся магнитом. Все ссылки вы найдете в описании под этим видео. Информативная медиастанция с выносным датчиком. Питается батарейками 3А. Есть даже пульс дистанционного управления. Поможет измерить температуру, влажность. В общем, выводит на дисплей всю нужную информацию. Самоцентрирующийся кондуктор для сверления. Станным инструментом вы всегда сможете просверлить ровные отверстия посередине доски. Такой инструмент будет полезен для людей, изготавливающих мебель. Калибровочный круг. В основном используют элитрики для определения сечения проводов, таких как медь, алюминий. Друзья, также хочу порекомендовать свой второй канал, на котором выходят влоги про мою жизнь. Перейди и подпишись. Кстати, я сейчас собираюсь в Костоярск, где побываю на знаменитых столбах. Ссылка в описании. А теперь конкурс. Я разыграю 1000 рублей на счет мобильного или же на кошелек вебмании. Условия. Поставить лайк, написать комментарий, какой товар был для вас самым интересным и быть подписанным на мой канал, а также на мой второй YouTube канал. Когда на этом ролике наберется 1000 лайков, результаты будут подведены в моей группе ВК. Все ссылки будут в описании. Участвуйте, так как есть шанс, что именно вы, да вы, станете победителем. На этом на сегодня все. А вам я желаю удачи и хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok